Добрый день, в эфире программа Дневной Разворот, студия Анна Лапшина и Светлана Заньков. Всем здравствуйте. Да, мы сегодняшний наш час формируем по итогам прошедшего в Кировской области, в городе Кирове, конкретно бизнес-форума предпринимательства на Вятке, который мы анонсировали здесь и о нем рассказывали подробно на прошлой неделе. И обсуждали с экспертами. И обсуждали с экспертами, и горячие были обсуждения. И вот он прошел. И мы хотим понять, как он прошел, насколько он был эффективен, как оценивают этот форум и то, что на нем обсуждалось власти, а самое главное, предприниматели. Поэтому на студии и те, и другие. Их много, между прочим. Ну, давай, наверное, с власти сначала начнем. Почему? С власти-то все. Ну, хорошо, начнем с предпринимателей. Я бы вот начала с Андрея Николаевича Павилова. Хорошо. Это вот так давно у нас в студии не было. Мы ждали, ждали и дождались. Председатель Совета Кировского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опор России». Андрей Николаевич. Добрый день. Предприниматель. Предприниматель. Вот. Все правильно. Еще предприниматели. Никита Семиларский, руководитель сети кофе-баров «Кофе-лайк». Никита, здравствуйте. Добрый день. Хотелось сказать кафе-баров, да? Кафе-баров. Кофе-баров. Кофе-баров, да. Павел Рылов, руководитель Кировской экспертно-строительной организации. Павел, здравствуйте. Добрый день. Так. Ольга Елгешина, директор Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства. Ольга Владимировна. Добрый день. Добрый день. Ну, хорошо. И власть, наконец. Да. В лице Натальи Кряжевой, министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области. Наталья Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. У нас сегодня такой интенсив. Много гостей в студии. Есть. Будет еще эксперт по телефону. Будем подключать Андрея Шубина, исполнительного директора общероссийской общественной... А, «Опора России», так скажем, да? Да. Уже центрального аппарата «Опора России». Но я вот с кого начали, тому и хочу сразу слово передать Андрею Николаевичу Вавилову. Андрей Николаевич, обсуждался этот форум активно. Мы сейчас не будем говорить, оправдал ли он там ожидания или опасения, которые возникали на его кануне, а будем говорить по делу, что произошло, и, может быть, начнем с того, что самое яркое ваше впечатление от форума. Мои самые яркие впечатления, что появились на форуме новые люди. Молодые, причем, вот самое, мне кажется, главное его для меня, вот как для предпринимателя уже старенького, что молодежь пришла, найдет предпринимательство, это замечательно. Она здесь появляется и начинает говорить. Может, не совсем что-то там, как бы, очень значимое, но то, что видит, что ее беспокоит, то она и говорит на самом деле это правильно. Вы же этого всегда хотели, чтобы услышали предпринимателей, чтобы они говорили о тех вопросах, которые сейчас и здесь перед ними стоят. Ну, в общем, вот мое самое главное впечатление, что пришла молодежь. То есть бизнес будет, есть кому бизнес передать. То есть бизнес есть, молодые им интересуются, мало того, ходят еще и на форумы, учатся. Ну, это серьезное очень заявление, есть кому бизнес передать, а то уже можно просто заканчивать программу, устать и уйти. Мы сейчас выясним. Нет, не надо. Мы сейчас выясним. Можно я еще посижу? Есть кому передать, можно быть спокойными. Сейчас слово как раз мы передадим Наталье Кряжевой, министру экономического развития, поддержки и предпринимательства Кировской области. Наталья Михайловна, к себе поближе, пожалуйста, микрофон. Я знаю, что очень серьезная была действительно напряженной подготовкой к форуму. Мы сейчас его по косточкам разберем, конечно, но тоже ваше самое яркое впечатление. Можно даже какой-то сюжет. Вы знаете, когда вчера в 12 часов я зашла в Кристалл, как раз тот зал, где проводился мастер-класс с деловой средой, не было ни одного свободного места. В коридорах стояли люди. В месте нетворкинга стоял еще человек 40. И самое главное, что все друг с другом общались. Мастер-класс деловой среды начался с контактов B2B. Люди активно обменивались телефонами. Визитками. Визитками. Друг другу задавали вопросами. И это самый главный результат. И это самый главный результат. Ведь вопрос именно, что люди между собой общаются, соответственно, у них есть общие темы. Общие темы, возможно, и в вопросах, связанных с бизнесом, системные. То, что уже нужно нам. Сейчас мы каждому предоставим слово и тоже, пожалуйста, свои яркие впечатления. Там в нескольких фразах, пожалуйста. Кто возьмет микрофон? Давайте я могу. Давайте. Никита Семиларский. Руководитель сети Кофебаров Кофелайк. Да, я как раз из, наверное, того молодого поколения, которое оказалось на форуме. Ну, я честно скажу, действительно, очень достаточно случайно там попал. Немножко даже пожалел, что не был на всем на протяжении мероприятий, потому что действительно очень значимое событие. Если говорить о самом ярком впечатлении, конечно, любой форум, ну, для молодежи, для всего, это всегда, как уже говорили, это контакты. Мы ходим, наверное, больше, ну, действительно, может быть, какие-то вопросы задать, но именно в таких нетворкингах ты приобретаешь те самые полезные связи, контакты, которые потом тебе могут помочь по любым вопросам. Да, то есть, и предприниматель, я считаю, любой, наверное, тем лучше, да, тем круче, чем у него там больше записная книжка, больше знакомств, больше друзей, потому что всегда есть к кому, ну, есть к кому обратиться. Ну, и вчера тоже очень интересный вопрос был, такой задан губернатору по поводу информационности, да, то есть то, что предприниматели мало интересуются. И этот, ну, предприниматель, как мое мнение, настоящий предприниматель, он всегда знает, то есть у него не должно быть времени там где-то читать документы, изучать. Мне вот, допустим, гораздо проще, если у меня есть какой-то вопрос, мне гораздо интереснее найти какого-то эксперта и просто задать вопрос его напрямую, чем я там буду тратить время и искать, разбираться. Вот, поэтому такие мероприятия, в первую очередь для города, я считаю, важны именно за счет того, что мы знакомились, мы знали, кто где, в какой сфере занимается, чем то, что действительно армия присутствует. Предприниматель, на самом деле, как вчера уже как раз Наталья Михайловна сказала, действительно, кристалл был полный, народу было очень много. Это все люди, это все предприниматели, за которые, то есть, строят экономику. Чем больше мы будем все вместе общаться, чем больше вот таких примеров, тем сильнее станет и наш город, и, соответственно, предприниматели будут более позитивными, более оптимистичными, наверное. Книжка контактов пополнилась? Да, ну, визиток точно я набрал как раз по своим нужным вопросам. Да, то есть, ну, к сожалению, был бы побольше на мероприятиях. Это, опять же, то есть, ну... Это хорошее впечатление. Пожалел о том, что не был на всем, на всех мероприятиях. Хорошее впечатление. Я напомню, да, что форум. Но я уже тоже, я вчера говорил, что на самом, ну, то есть, вот для молодежи, опять же, как раз, я считаю, ну, то есть, информационная, рекламная кампания, да, то есть, была недостаточная. То есть, вся молодежь, она вот, она вся в социальных сетях, и я не услышал. То есть, я вот узнал просто, меня позвали. Наталья Михайловна сразу же под спорю и сразу же мотает на ус, как в следующий раз, с кем взаимодействовать, чтобы проконсультироваться по распространению информации? Павел Рылов, руководитель Кировской экспертно-устроительной организации. Да, я поучаствовал в этом форуме впервые. Я так понимаю, он не первый год проходил. Вы тоже новичок? Да, новичок. Я бывал на всеразличных форумах, совещаниях и так далее. Больше всего меня поразило, больше всего мне запомнилось в данном, на данном форуме. Это молодежь, в первую очередь. Молодые совсем, с 14 лет. Серьезно? Такие были у вас предприниматели? С 14-летнего предпринимателя. И эти предприниматели, которые уже начали свое дело, они не стеснялись задавать вопросы власти. Очень тоже это все поражает. И на самом деле такое сообщество полезно именно для, в первую очередь, для молодых предпринимателей, которые только-только встают на путь предпринимательства и будут наращивать свои обороты в дальнейшем. То есть это, опять же, знакомство, это выбор тех людей, которые им интересны, предположим, по какой-то там тематике. С контактами обменяться. И как я, например, могу стать каким-то наставником для какого-то молодого предпринимателя. То есть если мне будет интересна его тема, интересно его развитие, почему бы и нет? То есть в данном случае на этом форуме, я думаю, что как раз-таки контакты очень полезны. Давайте спросим сейчас у Ольги Владимировны, директора Ольги Елгешиной, директор Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства. Ольга Владимировна, как удалось уйти от этого формата традиционного для нас президиума и торгово-промышленной палаты, то есть предпринимателей? — Наверное, я отвечу. — Пожалуйста, на свободный микрофон. — Ремарку внести после того, что… — Вопрос был следующий. Мы первый раз в прошлом году попробовали, чтобы максимально было открытое общение. Поэтому никаких столов мы изначально не планировали, никакого барьера, чтобы между нами и бизнесом общественное объединение просто не стояло. И попытались, как смогли в этом помещении изобразить некий круг, который нас объединяет. — Круглый стол. — Круглый стол. — Но те, кто следил за нами, вообще рекламной кампанией, они видели о том, что в этом году появился некий значок форума предпринимательства на Вятке. Он наш, наша идея, наша наработка, наша разработка. И в нем есть смысл. За основу взяты наши исконные рисунки, которые загружаются на Дымковском мотиве. Но там все продумано. — Держись, Светлана. — Сейчас подвесим на крючок слушателей и прервемся на полминуты. Возвращаемся в студию. Это программа «Дневной разворот». Итоги Большого бизнес-форума предпринимательства на Вятке мы подводим. С Натальей Кряжевой, министром экономического развития и поддержки предпринимательства нашего региона, Ольгой Елгешиной, директором Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства. Андрей Вавилов у нас в студии, председатель Совета Кировского регионального отделения опоры России. Никита Семиларский, кофе-лайк, можно просто сказать. Все. Павел Рылов, руководитель Кировской экспертно-строительной организации. И мы ждем, что будет с нами на связи Андрей Шубин. Но чуть попозже мы его будем подключать. Итак, знак этого форума, который разработан был к нынешнему, к девятому, по-моему, по счету, форуму, использовать дымковский матриф. Я еще его не видела, но я бы себе предположила, что если мы говорим о круге и о частичках, то, собственно, вот этот круг дымковского узора с нанесенными... С точечками. С точечками, как людьми, наверное, вы использовали, да? Да, вот действительно, оказывается, все банально, очень просто. Круг – это то, что нас объединяет, что мы все вместе. Но самое главное, ведь этот символ обозначает солнце. Солнце – это всегда позитив, это всегда хорошо. Точечки, действительно, так есть. Рыцари круглого стола. Опять же, да. Как угодно можно интерпретировать. Запатентовали? Патентуйте. Обязательно сделаем. Хорошо, ремарку, которую хотела внести Ольга Елгейшина, пожалуйста, Ольга Владимировна. Я хотела сказать, что мы услышали вчера очень много положительных отзывов от предпринимателей. Прямо на форуме, после форума мне писали личные сообщения, в соцсетях выкладывали свои отзывы о прошедшем мероприятии. Сегодня мы услышали еще по телефону много положительных моментов и спрашивают уже, интересуются, когда у нас пойдет следующий форум. Кстати, у меня был вопрос, Ольга Владимировна. Я считаю, что эффективно мероприятие. Я сейчас, отталкиваясь от наших участников, хотела спросить, вот они собрали контакты на визитках, а вы собрали, то есть вы базу контактов пополнили, формируете? Если вдруг кому-то из предпринимателей понадобится помощь в его сфере, он может к вам обратиться и попросить контакт. Да, 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 все верно. Окей. Скажите, я сейчас к предпринимателям обращаюсь и к Андрине Николаевичу Вавилову. Как вы считаете, раз в год собираться достаточно? Нет, конечно. Надо чаще. Есть планы после... Я тут понимаю по вашему настрою, что успешно прошла эта история. Есть ли планы делать на регулярной основе, там, несколько раз в год такие встречи? Мы собрали со всех круглых столов, которые проходили в преддверии 28-го числа, некие резолюции. Это то, что интересует бизнес. Это перечень вопросов, перечень где-то даже поручений, сформулированных в адрес наших органов исполнительной власти. И сейчас мы при подготовке уже планов на второе полугодие очень внимательно все это возьмем за основу. И очень много вопросов мы вчера подчеркнули именно из пленарного совещания. Действительно, вопросы есть, их очень много. И наша задача как раз вот большое количество экспертов вовлечь в нашу работу. Если это будет, то это будет в какой форме? То есть это будут какие-то разовые? Это могут быть круглые столы, это могут быть какие-то встречи, это могут быть контакты B2B, это могут быть какие-то даже мероприятия, которые информационного характера, информационного плана. И самое главное, о чем мы вчера договорились на пленарном заседании, о том, что мы проведем отдельную встречу с молодыми предпринимателями по поводу как раз распространения информации о деятельности. Она действительно сейчас уходит с другого поля. Например, наличие раньше сайта по поддержке малого и среднего предпринимательства, это было достаточно. Сейчас мы уходим в социальные сети, и это тоже инструмент нужно использовать. Да, вот очень интересную историю сейчас. Вот фразу сказала даже словосочетание Наталья Михайловна, я сейчас, Андрей Николаевич, к вам обращаюсь. Она сказала, что вот мы сейчас те вопросы и те поручения, которые собрали в виде резолюции после круглых столов, будем отрабатывать и включим в планы второго полугодия. Это такая интересная история, потому что мы же привыкли, как думать, вот чиновники в конце года, план мероприятий у них, показатели. Отчеты. Да, и потом, значит, в следующем конце года они отчитались, новый план составили. А здесь нам чиновник говорит, что мы будем гибкими, мы будем вот сейчас то, что нам предложили предприниматели, прямо сейчас применять на практике. Как вы думаете, получится? Вообще есть два подхода. Первый – это сначала собрать проблемы, потом их решить. Сейчас мы… и довести предпринимательству, что мы их решили. Сейчас у нас получился другой подход. Мы собирали проблемы, сейчас у нас должна появиться дорожная карта, как их решить. И, в общем-то, министерством, нашим, в зависимости от, так сказать, вопроса, должны быть даны поручения, как этот вопрос решается. Поэтому я был несколько раз в Татарстане на тех вопросах. Там вообще такое же мероприятие проходит в виде серьезного шоу. Сидит президент Татарстана или глава региона, глава Татарстана. Глава республики. Глава республики. Но это мероприятие готовят 9 месяцев. То есть за 9 месяцев собирают проблемы, их за полгода прорешивают, решаемые, нерешаемые. И за 3 месяца начинают мероприятие это готовить в виде записи всяких сюжетов и так далее, и так далее, и так далее. И вот оно проходит, конечно, спектаклем, хорошим спектаклем. Все отрежиссировано, отрепетировано. Ну, я думаю, что у нас тоже неплохой формат, лишь бы это все не шло в песок. И, собственно, помните, моя озабоченность изначально до форума была именно, что раньше мы именно как раз собирали проблемы, и на форуме обзвучивали, что вот оно так-то так и решается вот в том формате, как в Татарстане. Если сейчас получится, что вот получить эти наказы из онлайн, и губернатор их слышал, председатель правительства слышал, и Министерство экономического развития слышал, что сейчас должна появиться дорожная карта наказов предпринимателей, причем молодых, что им надо, чтобы дальше жить и развиваться. Вот мы добрались. Подожди, я хотела уточнить у Андрея Николаевича, в какие сроки должна появиться дорожная карта, по его мнению? По моему мнению? Ну, не больше, чем три месяца. Не больше, чем три месяца. Зачем три месяца? А что, за неделю нельзя? Ну, его же надо проработать. Ну, поверьте, что хороший вопрос. Я просто был омутсменом, и для меня, как бы, как решаются такие вопросы, это надо сходить и утрясти со всеми министерствами, со всеми людьми, с исполнителями. Ведомствами, проверяющими. То есть это может быть межведомственный какой-то вопрос совершенно федеральных властей, региональных властей. Поэтому я отдаю себе отчет, что три месяца, ну, три месяца это достаточно. Это реально. Если смогут быстрее, то, пожалуйста. Сейчас главному, сейчас главному. Какие вопросы звучали? Давайте прямо, а давайте предпринимателю сначала дадим микрофон. Да. Какие вопросы у вас возникли, а может быть, вы их и озвучили? Так, Кофелайк, Никита Семеновский. Да, ну, если касаться конкретно Кофелайк, да, нас вопрос интересовал, в принципе, больше всего один, это вопрос НТО, нестационарной торговли. Это вопрос касается и конкретно города Кирова, и вообще многих регионов. Эта проблема, у нее нет никакой системы, да, то есть она в каждом регионе решается как-то, ну, по-своему. Причем все нормативы, все законы, они настолько там, ну, прям реально устаревшие. И, ну, то есть там есть куча различных ограничений, как вот сейчас уже говорили, разные ведомства, да, то есть они там, у них у всех свои требования. Еще и правила игры меняются иногда, неожиданно совершенно, внезапно. Да, неожиданно, самое главное. То есть, ну, а в самом-то конечном итоге, то есть есть куча-куча-куча там барьеров стадий, и в конце, самый последний, так скажем, да, если мы там говорим о современном, последний уровень, есть там одна такая рука, там, одного, там, любого там какого-то человека, который может, да, пусть условно возьмем какого-нибудь главы, который скажет, нет, просто без всяких решений, и он, ну, то есть по закону он будет прав. Вот, это как бы неправильно, мне хочется, чтобы в этом был тоже систематический достаточно подход. То же самое касается, это опять к тому же относится, вот сейчас очень актуально, как раз вот как вчера наш мэр нашего города говорил про урбанистический форум, да, то есть это приведение нашего города в какой-то либо порядок. Мы тоже, вот как кофе-лайк, я очень сильно переживаю, да, там, за различные вывески, вообще, то есть оформление фасадов, то есть хочется делать все по-хорошему, хочется сделать красиво и современно, при этом, чтобы это было, не портило архитектуру, как это сделать, нету никаких ни законов, ни требований, специалистов тоже нет, вот поэтому все делают... Нет дизайн-кода. Да, все делают, кто во что гораст. Особняк Левицкого и зеленая игрушечная вывеска на ней. Да. Рядом с вами, недалеко. Таких ситуаций прям очень много. Вот, это проблема, да, то есть, но у меня тоже, как, опять же, ну, наверное, большинство предпринимателей, вопросы, да, сейчас тоже самоактуальны, это вывоз ТБО, это прям вообще целая... Была в этой эпопея, да, дискуссия. Целая эпопея, и прям, ну, ответов на нее до сих пор нет, и все это тоже где-то там, где-то что-то, ну, вопросы задаются, а никак они абсолютно не решаются. Но мы сейчас там даже дошли до того, что уже там нашего, не знаю, можно говорить, нельзя у Купри, то просто нет контейнеров. Можно, нужно. Да, мы хотим выбрасывать, мы хотим заключить договор, мы хотим мусора, у нас нет контейнеров. Не досталось вам контейнеров. Что делать, да, как бы, ну, думайте сами. А что, кстати, вам предлагают Куприт в этом случае? Ничего. А вы можете собственный контейнер купить? Купить его где-то на вине. Ну, просто интересно, я не знаю. Можем. Мы можем купить свой контейнер, дальше другая история. Должна быть специализированная площадка. Да. Чтобы к ней могла подъехать, эта площадка тоже должна размещаться на... Ну, то есть нельзя просто так... По определенным правилам. Да, то есть, ну, если это городская территория, мы должны запросить разрешение у города. То есть можно ли... Площадка должна быть специальное оборудование, должен быть подъезд автомобиля специального, да, для нее забора. В общем, Аня, это не так, как в Мадриде мы с тобой были на такой узенькой улочке, где два автомобиля не разъедутся, и там стоит куча-куча контейнеров, которые предприниматели из магазинчиков в Валаке... Они их выставляют к определенному участку, машина приезжает, раз-раз-раз закидает, только что как раз из Греции тоже вернулся, действительно, и в Риме тоже был. У них... Мы просто просыпались с женой специально рано утром, чтобы не было людей. И ты идешь по улицам, везде-везде стоят мешки, и как раз вот едет эта машина, которая полностью собирает. И все собирает быстренько, и все, ничего нет, и никаких проблем. Никаких проблем. Вот, хорошо, это интересно, Павел Рылов, Кировская экспертная строительная организация. Какие вы ставили, может быть, сами вопросы, задавали или услышали проблемы? Я успел задать вопрос. Меня больше всего интересует по сфере своей деятельности вопрос именно контроля качества исполнения контрактов государственных, а это именно дороги, благоустройства, все различные вот эти вот наши... ремонт фасадов и так далее, да, к этому же возвращаемся. Микрофон, пожалуйста, на себя находите. Меня больше всего интересует именно, чтобы, исполнив контракт, подрядчик уходит, и, например, взять двор, мой любимый, чтобы этот двор отремонтированный, да, потом уже простоял не год, не два, а уже на долгие-долгие годы вперед, и, соответственно, мы получили качественный результат. Вот, меня больше всего этот вопрос интересовал, каким образом мы можем это посодействовать как предприниматели в своей сфере, да, дальше меня очень остро волнует вопрос фон капитального ремонта, да, то есть тут тоже... И нас всех. То есть тут тоже выполняются работы, я просто попутешествовал по городам, по Российской Федерации, посмотрел, каким образом у них это все реализовано. Мне очень было неприятно, когда заходят сначала с одними работами, там стояки какие-то меняют, потом меняют кровлю через год, потом ремонтируют фасады, то есть для меня бы наоборот, я бы потерпел год, но отремонтировали весь дом полностью, да. Второй момент тоже контроль качества. Покрасив фасады, у нас там через год частенько снова все облазит, да. Вот это для меня... Почему вас как бизнесмена это интересует? Во-первых, я всю жизнь живу в городе Кирове, я хочу здесь дальше жить и развиваться, и хочу, чтобы мой город был красивый и, самое главное, благоустроен. Ты хотела что-то сказать? Я показала, что одна минута депрерыва у нас есть. А я хотела как раз отметить эту историю, потому что вот сейчас Павел очень важную вещь сказал. Во-первых, он сказал, что предприниматели, они тоже люди и горожане, и они радеют за свой город. Во-вторых, он отметил очень важную деталь. Городская среда формирует сознание. Сознание влияет на то, как мы работаем, развиваемся, на экономику, на культуру, абсолютно на все. Вот это вещи абсолютно неразрывно взаимосвязаны. И поэтому у меня есть ощущение, может быть, вы как-то тоже на это среагируете и скажете, что вот этот разговор, который мы несколько лет пытаемся вести тоже с чиновниками, в том числе и городскими, что нужно привлекать бизнесменов к городскому планированию, к тому, чтобы вкладывались деньги в территории, и обсуждать, что они за это получают. Потому что всегда может быть экономический эффект, если рядом с вашим кафе или с вашим офисом, с вашей компанией классная благоустроенная территория такая, которая направляет к вам потоки. Или просто дает возможность в очень комфортных условиях работать сотрудникам приятно, с приятным видом из окна. Идти домой вечером не через пустырь, а через благоустроенный, освещенный сквер. А вот пускай своих детей спокойно на велосипеде по дорожке. Самое главное, что бизнес готов к этому, он готов вкладывать в это все благоустройство. Вы готовы вкладывать. Елена Васильевна, Илья Вячеславович, они тоже участвовали в форуме во вчерашнем итоговом мероприятии. И здесь самое главное было именно услышать обе стороны. Что одна говорит, что да, я хочу заниматься этим, это мне интересно. И других, что мы готовы сотрудничать. Вот что хочу, я сейчас услышала. Готовы? А что там уже было заявлено, что будет какая-то встреча городских властей с предпринимателями? Ну, по крайней мере, Илья Вячеславович сказала о том, что не хочет. Мы теперь знаем, какой у нас следующий эфир будет с сити-менеджером. Да, предприниматели и сити-менеджер. Как совместно благоустроить город и кто что за это поможет. Постараемся организовать. Сейчас у нас реклама. Полторы минуты, и мы вернемся. В эфире программа «Дневной разворот». Студия Анна Лапшина и Светлана Занько. Еще раз здравствуйте всем, кто только что подключился к нам. Мы собрались здесь по итогам Большого бизнес-форума предпринимательства на Вятке. Действительно большого. Вот можно сейчас сказать по ощущениям, по количеству людей, которые собрались в бизнес-центре «Кристалл», по количеству вопросов, которые там задавались, по представительности со стороны властей и по представительности со стороны федеральных экспертов. Вот одного из федеральных экспертов мы сейчас набираем. Да, мы попробуем сейчас подключить Андрея Шубина, исполнительного директора Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Андрей Николаевич на связи с нами? Подождем, пока возьмет трубку. Андрей Шубин есть у нас? Андрей Николаевич, добрый день. Да, здравствуйте. Киров еще раз вас беспокоит. Удобно вам сейчас говорить? Анна Лапшина. Анна Лапшина, Светлана Занько, моя коллега, Андрей Вавилов в нашей студии, Наталья Кряжева, наш министр экономического развития, ну и предприниматели. В общем, мы здесь большой компанией собрались. Ваши впечатления от нашего форума? Вы вчера были. Вы были на пленарном заседании, я так понимаю. Да, мы были на пленарном заседании, я там был на небольшой части еще половинки по контрольнадзору в круглом столе. Ну, впечатление в целом нормальное. Понравился формат именно общения прямого губернатора и его там первого зама с министром, с руководителем контрольных органов, с залом, с предпринимателем. Видно, что были вопросы неподготовленные заранее, да, то есть абсолютно разные, интересные. Вот это очень сильно понравился формат. Такого редко встретишь открытость губернатора. Но обратил бы внимание, что все-таки не так много было предпринимателей. Ну, зал-то небольшой был сам по себе, может быть, этим площадкам так обусловлено. Но хотелось бы видеть просто больше предпринимателей. В том числе того, что там несколько вопросов было связано чисто с информированием. То есть многие предприниматели у нас киры не знают о мерах поддержки, о льготах налоговых и так далее. То есть в этой части, конечно, нужно всем усиливать свою работу и органам профильного исполнительной власти, и, наверное, общественным организациям, в том числе опорях у нас в регионе. Вот эту штуку, конечно, нужно подтягивать. Как вам показалось, Андрей Николаевич, вот вы говорите, что предприниматели, губернатор, ведомство открыто общались. А мы в соцсетях видим, что народ пишет, вот мы задаем одни вопросы, а губернатор нам о другом. Ну, смотрите, там же, во-первых, вот, насколько я помню, было несколько конкретных вопросов, но это исключительно по бизнесу. Но я думаю, что конкретные кейсы разбирать на пленарке, там, губернатору нет смысла. Но это, я думаю, любой министр даже, там, любой человек не будет не отвечать никогда там на конкретный вопрос, когда есть спор хозяйственных субъектов, либо есть конкретный запрос по... ...который не адресован губернатору впрямую, а подресован там фонд поддержки предпринимательства города Кирова, да, и говорить там о том, что сейчас мы все вам сделаем, разберемся, никто вам не скажет, это нормальная практика, когда переадресовывается, потом разбирается после форума. Что касается вопросов, ну, вот, условно, про ККТ онлайн, вот, сразу сходу могу назвать вопрос, абсолютно внятный ответ, четкий, правильно был руководитель управления налоговой службы по городу. Он четко объяснил и вычеты налоговые, и суммы, и потому что то, что говорил ведущий, там, модератор, о цифрах проказа 440-60 тысяч рублей, ну, это, там, как минимум было некорректно. Вот, и опять же, предприниматели не знали, что можно даже налоговый вычет получить для определенных видов деятельности. Вот, поэтому, ну, не знаю, я присутствовал уже на совещании, там, может быть, некоторые вопросы были все равно, там, не 100% четко отвечены, но формат мероприятия, я думаю, что это не закрытый кабинет, где можно четко, смело говорить напрямую, но все-таки абсолютно нормальный диалог был. Да, это было важно нам услышать, насколько вы посчитали действительно и компетентными, и достаточно открытыми ответы властей и контролирующих органов, потому что это еще говорит о том, как они слышат эти вопросы, собственно говоря. И слышат ли. Здесь как раз наша задача, наша задача, в том числе нашего оригинального отделения опоры России, что вот прошел форум, было задано много вопросов, да, там, по сути, мы после форума пообщались, взяли на карандаш практически все темы, которые были озвучены. И наша главная задача сейчас, совместно с министром, с профильным замгубернатора, отработать, чтобы у нас не осталось там невысказанности, невысказанности, и наоборот, усилить информационную кампанию по тем мерам, которые есть, и поговорить с предпринимателями, чтобы как раз они не затаились, а наоборот, приходили в органы профильные, и фонды, и в Центр развития бизнеса, да. Чтобы не боялись задавать вопросы. Ну, конечно, не боялись задавать вопросы, но и просто приходили в инструктуру развития предпринимательства, где она все создана, да, то есть у нас власть-то, в принципе, на диалог идет спокойно, легко и быстро, просто вот этот формат, что именно губернатор так общается нормально, без подготовленных вопросов, он не так часто встречается. Вот это мне, конечно, было очень, как бы, позитивно воспринято. Ну все, спасибо. Андрей Николаевич, спасибо большое. Андрей Шубин, исполнительный директор опоры России с нами был на связи. Взгляд со стороны очень важен. Взгляд со стороны человека, который едет по стране, видит, как устроено это все в разных регионах, это очень важно, потому что, ну, на протяжении долгого времени предприниматели, в том числе и в нашей студии жаловались на то, что их не слышат, их не принимают на прием, не пробьешься и прочее. А здесь мы увидели, что встреча была, разговор состоялся, и дальше нужно будет просто посмотреть, как действительно будут отрабатываться все эти моменты, в какие форматы они будут превращаться. И вот мы тут до эфира, когда уже собирались в этой студии, и Андрей Николаевич Вавилова ждали, обсудили, что некоторые вопросы, и даже, может быть, большинство из этих вопросов требует формата решения узких кейсов, да, условно говоря. То, о чем сейчас говорил Шубин, что на пленарном заседании узкие кейсы не задаются. Не разобрать конкретную ситуацию. Не надо. На таких заседаниях это не задается. То есть частные вопросы не решаются на пленарках. На пленарках говорится о стратегических вопросах, о глобальных каких-то там изменениях. Поднимается общая проблема. Общая проблема. Мусор, НТО. Безусловно, да, там налоговые. Налоговые, да, Андрей Николаевич, налоговые. Любимые кейсы. Да, а вот узкие кейсы, которые, правда, тоже многих касаются, но они требуют вдумчивой работы, там, решения, обсуждения прямо сейчас, там, да, каких-то звонков, еще встреч дополнительных. Их нужно разрабатывать в другом формате, и вот эти форматы, вероятно, сейчас Министерство экономического развития будет продумывать, как это делать. Да, безусловно, причем результаты форума мы точно обсудим с нашей экспертной группой по проекту по малому бизнесу, потому что мы все-таки ведь эти мероприятия с одной стороны проводим, в первую очередь, вернее, проводим для бизнеса, но с другой стороны, это ведь повестка общефедеральная, это в рамках национального проекта все проходит. И здесь действительно в рамках, мне кажется, национального проекта, в отличие от предыдущих лет, именно просится налаживание контакта более тесного, слышать друг друга, обе стороны, мнения, суждения. И самое главное, мне кажется, что хочу сказать огромное спасибо именно своим коллегам и другим министрам, которые пришли на это пленарное совещание, сказать о том, что бизнес, он разный, он в разных отраслях. И все мы работаем с бизнесом так или иначе, будь то Министерство экологии, будь то Министерство ЖКХ, будь то Министерство имущества, мы все работаем с бизнесом так или иначе в разных их проявлениях. Я бы еще сказала в отношении чиновников, надо понимать, что бизнесмены это тоже люди. То есть кроме того, что мы работаем с бизнесом, мы работаем с людьми. Да, мы работаем с людьми. Но я прям предвкушаю, как бы мне сейчас чиновники сказали, пусть и бизнесмены тоже помнят, что мы тоже люди. Ну в какой-то мере, да. Да, вот Андрей Николаевич всегда нам об этом говорит, Вавила, всегда. Он говорит, девочки, надо всегда помнить, что власть, они тоже люди. Да, Андрей Николаевич, такое есть. У меня вопрос, вот после нашего комментария Андрея Шубина, это по поводу того, что наши предприниматели не очень знают о том, какие меры поддержки они могут получить. Вот фонд поддержки предпринимательства ведь работает уже не один год. Очень. Вы как-то будете менять вот эту вот систему информирования или нет? Вы сказали, что социальные сети, а что еще? Вот как раз мы хотим поговорить с предпринимателями, молодыми предпринимателями. Что им интересно, какой канал связи они считают наиболее правильным? Куда информация? А давайте прямо сейчас спросим, сейчас спросим у Никиты и у Павла. Никита, как вы получаете информацию? Здесь, значит, могу рассказать кейс в Нижнем Новгороде. Мы там тоже работаем. Администрация города, ну, то есть там района Нижегородского, самого крупного. У нас там создан в Вайбере чат, называется предприниматели города, куда добавляют там абсолютно всех. И вот там каждый день практически происходит. То есть, ну, чаще вопрос там бывает такое, что там тут какой-то свет не работает. Но большинство, то есть самое главное, руководство, то есть администрации постоянно туда скидывают все какие-то нормативные акты, ближайшие встречи. То есть там постоянно, вот, ну, банальный пример, летнее кафе в Нижнем Новгороде, да. То есть там есть улица Польшая Покровская, достаточно прогулочная улица, где очень много летников. И вот там в том году вышел новый тоже, опять же, нормативный акт о регламентировании, как они должны выглядеть. То есть, ну, полностью все поменялось. То есть, и тоже, чтобы там согласовать этот летник, там нужно пройти кучу министерств. И как раз вот эта глава Нижегородского района проводили пять встреч. То есть нас постоянно информировали, что вот там 25-го будет собрание, придут там МЧС, придут. То есть вот как раз все эти главы, которые помогут вам, то есть объяснить, что делать. То есть как, вот три таких встречи точно проводилось. То есть и все могли, ну, они понимают, что вроде как бы достаточно много бюрократических там барьеров. Но, тем не менее, то есть они... Помогают их преодолеть. Помогают, да, они подсказывают, что, ребята, вот, задавайте вопросы напрямую, конкретно, там, чуть ли не даже, там, прямо туда приносили бумаги. И напоминают, что если ты не успеешь, то ты пролетишь мимо этого сезона. Да, да, конечно. Вот и тогда ты сам, потому что тебя информировали. Ну, нет, у них там даже нет такого, что вот там, ну, например, в Кирове, у нас там есть четкий сезон по летней торговле. Да. То есть если ты там до конца марта не успел, все, то есть в следующий год. Даже тебя уже не впустят. И поэтому в прошлом году мы остались без летников, и в этом году я летников не вижу в нашем городе. И еще столько же, наверное, я думаю. Не увидим. Не увидим, к сожалению. Вот бы я какой вопрос на форуме-то задала. Я его здесь все время задаю. Где наши летники-кафе? Вот, поэтому по вайбну, то есть есть вот как раз современные каналы, которые позволяют как раз-таки, я не говорю, что там, да, нужно прямо всех, то есть в таких случаях обязательно должна быть какая-то все равно модерация. Вот эти круглые столы тоже, которые проходят, тоже, как уже сегодня говорили, очень круто, когда они будут действительно по конкретно каким-то темам, чтобы приходить. И самое главное, чтобы на них люди присутствовали, те, которые непосредственно и заинтересованы, и эксперты в этом и решают эти проблемы. Потому что, понятно, тоже как раз вчера пленарное заседание, сильно когда задают губернатора просто там про онлайн-кассы, а остальной половине, в принципе, они хотят другой какой-то вопрос задать. Понятно, что вот эти частные случаи, они должны разбираться в общих кругах. А информирование, то есть, ну, молодежи, оно как раз-таки, оно сейчас больше в социальных сетях, это несложно. И еще тоже хотел бы как раз вот вставить свою, может быть, ремарку. Вчера прозвучал тоже вопрос как раз о молодом поколении, да, то есть об обучении, то есть как предпринимателей влекать в бизнес. У нас в Кирове и вообще сейчас в России очень становится популярно различные тоже бизнес-сообщества. Вот проблема опять в том, что их очень становится много и очень разных. Они все там по своим интересам. Бизнес-объединение, да, вы имеете в виду? Да, да, да. И вот ты тоже понимаешь, как бы ты хочешь с оптимальностью общаться, вот эти там здесь, эти там тут, тут там бизнес-молодость, там еще куча разных обучающих компаний. Там у нас там деловой клуб, например, есть. И как раз-таки, но у всех у них они владеют аудиторией своей. Так вот, как раз Министерство экономики, наверное, было бы идеальный проект, то есть доносить информацию можно как раз, когда есть, вот, зная все вот эти объединения, по одному просто представителю говорить, ребята, вот, у нас там какая-то... Да, и все, и сразу огромное количество... И время у нас все. И все, написал нам столько же всего, и все. Да, мы тут обсуждали в перерыве, какие там, собственно говоря, там взяли на карандаш возможные ошибки, изменений, ничего не хватало, все взяли на карандаш. Но уж точно стало ясно, что не хватает помещений, надо побольше площадку будет взять. В следующий раз вот для такого формата мы благодарим вас за участие. Наталья Кряжева, Ольга Елгешина, Андрей Вавилов, Никита Семиларский и Павел Рылов. Дневной разворот, первый его час на сегодня завершен. Сейчас будут новости, тематические программы и реклама. Через 20 минут снова в студии. Дневной разворот, первый его час на сегодня завершен.